Один новый взамен отжившего автопарка. На старых автобусах краевой школы Олимпийского резерва иногда даже запрещали возить спортсменов. Настолько они были устаревшими. У нас география довольно обширная. Вся Сибирь, школа большая, 1650 спортсменов, 11 отделений. Поэтому, естественно, востребованность для транспорта достаточно серьезная. До конца года в автопарке появится еще один новый автобус. В последние годы в крае начали больше выделять денег на покупку транспорта для спортшкол. В том году было выделено 10 миллионов на приобретение автобусов, а в этом году уже 27 миллионов рублей. В этом году автобусы получат краевая спортивная школа Олимпийского резерва, два автобуса. Автобус получит центр подготовки сборных команд Алтайского края и спортивная школа Олимпийского резерва по хоккею Алтай. Обновилась и сама школа Олимпийского резерва. В этом году, пусть и весьма коротком из-за пандемии, воспитанники пользуются отремонтированными залами, душевыми, новым оборудованием и тренажерами. Игорь Ватяков, знаменитый тренер Ивана Нифонтова, работает в школе уже 33 года, а на его памяти это первый капремонт. Все условия для работы с детьми именно такого возраста, то есть отдельный зальчик небольшой для тренера, значит все условия в зале, если видите, тренажеры, все возможные, которые нужны, специальные маты, которые помягче для детей, не такие жесткие, как у взрослых. На ремонт всех помещений было выделено 27 миллионов рублей из краевого бюджета. Сейчас руководство планирует подать документы на краевую адресную инвестиционную программу. Для обновления фасада тоже нужны деньги. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.